Предвыборная кампания практически завершилась. У кандидатов на пост генерального примара Кишинева остается ровно сутки, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Но, как считают аналитики, основные слова уже сказаны, обещания сделаны, сторонники мобилизованы. Итак, какой выдалась эта предвыборная кампания? Чем она отличалась от предыдущих? Насколько готовы кандидаты к должности, за которую так отчаянно боролись эти месяцы? Какие уроки должны извлечь политики? Вот вопросы, которые сегодня нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня у меня в гостях Александр Одинцов, советник Кишиневского муниципального совета от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Здравствуйте. И гражданский активист, эксперт Сергей Туфилат. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, давайте начнем сначала. Как вы охарактеризуете эту кампанию? Чем она отличалась от предыдущих? У нас же было много уже кампаний, заслужив генерального примара. Господин Одинцов. Я могу сказать с нашей точки зрения, с точки зрения фракции социалистов, нашего кандидата Иоанн Чубан, была очень интенсивная кампания. Мы ее принципиально строили не на геополитический, романежте, молдаванежте, русские танки или там гей-парады и так далее. Мы строили только ее на основании вопросов градостроительства. То есть мы кого сейчас выбираем? Мы выбираем генерального примара муниципия Кишинева, того человека, кто будет управлять городом. Соответственно, наш кандидат желал, и он чуть ли не бегал за своим оппонентом для того, чтобы поговорить о городе. Более того, гражданское общество предложило меморандум о сотрудничестве и так далее. Там около 15 пунктов. Основные пункты заключаются в следующем. Не надо уводить избирателей, не надо уводить кишиневца влево-вправо в геополитику, как космические корабли бороздят. Его сын чинстит или его сын чинстит, не важно, давайте говорить о городе. И там четко было не говорить о политике, не политизировать вопросы, говорить о городских вопросах, честно отвечать на вопросы поставленные. Вот исходя из этого, наш кандидат проводил избирательную команду. Мы члены его команды, доверенные лица ему в этом помогали. Наш кандидат провел более 30 пресс-конференций. Две из них были тематические, 22 из них были тематические на определенную тематику. Несколько из них были итоговые. И далее мы проводили дебаты. Каждый раз возле арки мы ждали нашего оппонента, в надежде, что он ответит на городские вопросы. Но, к сожалению, оппонент... Не всегда это получались дебаты. Не всегда это получались дебаты. Это был, ну, не монолог, это было общение с теми людьми, которые пришли. Вот и Сергей приходил туда, другие. И наш кандидат честно отвечал на все неудобные вопросы. То есть он не боится неудобных вопросов. Он не боится глядеть в глаза тем жителям, которые не являются его сторонниками, которые являются сторонниками господина Анастасы. Тем не менее, эти встречи проводились. И господин Анастасы ни разу не пришел на эти публичные дебаты, которые были. Да, сначала возле арки. Победы на площади Штефа на Чалмаре. Потом их переместили к кафе Гугуца в бывший парк Пушкина, центральный парк Кишинева. Переместили по одной простой причине. В связи с тем, что это проводится в 12 часов дня в обеденное время, чтобы люди могли подойти. Солнце, жарко, людям не очень комфортно себя чувствовать. Хотя бы мы поставили стулья, предлагали воду. И было проведено возле кафе Гугуца, во-первых, знаменательное кафе. Тем, что оно, скажем так, в отношении перспективы развития относительно этого кафе. И там тень. И вот последние несколько дебатов проводились, или общение с жителями, с журналистами проводилось возле кафе Гугуца. Более того, наш кандидат участвовал более чем в 20 передачах, дебатах или передачах, на которые больше часа господин Анастаса не пришел. Если это приходил представитель господина Анастаса, это господин Слюсар, то были бы наши представители, господин Вартанян, мой коллега, Влад Батринча, либо сам наш кандидат Иоанн Чубан. То есть это больше 20 передач, дебатов. Ну, наконец-то мы видим, что господин Анастаса в последние пару дней избирательной кампании решил вдруг приходить. Чем отличалась эта кампания от предыдущих? Ну, во-первых, я не особо мониторил все предыдущие кампании, ну так, примерно с 2015 года. И для меня примечательно было, что явка в первом туре была очень низкая. То есть если сравнивать, допустим, с президентской кампанией 2016 года, явка по Кишиневу была примерно в два раза меньше. Поэтому, с одной стороны, это сообщение избирателей для кандидатов, что они не хотят, то есть не доверяют, не уверены в том, что эти кандидаты действительно представляют интересы избирателей и готовы заниматься проблемами города. С другой стороны, я был тоже на этих дебатах, которые организовывал господин Чапан, я задал три вопроса, и ни на один вопрос я не услышал ответа. Это касается взаимодействия, точнее, вопрос касается того, каким образом социалисты помогали Плохотнюку проводить законы, назначать своих кандидатов, или почему господин Дудон выдает награды и ордены руководителя Молдова-ГАЗ. То есть это неудобные вопросы, и господин Чапан о них не ответил. Отсюда у меня складывается впечатление, что, опять же, учитывая тот факт, что социалисты сотрудничают активно с демократами, и Иван Чапан, к сожалению, не сможет самостоятельно руководить городом, и он не будет являться независимым. А господин Анастасий сможет? Я, Андрей Анастасий, сказал свое мнение, что я считаю, что оппозиционные партии могли бы принять более уравновешенные решения и выдвинуть независимого кандидата, найти кого-то, специалиста грамотного. Но они приняли решение то, которое приняли, к сожалению. У вас будет реплика или вопрос? Для меня, допустим, эти выборы были... вопрос стоял не за кого ты будешь голосовать, а против кого ты будешь голосовать. Вот, к сожалению, так. Выбираем наименьшее из зол. Я так и написал в социальных сетях. Пускай обижаются, пускай не обижаются. Вас, наверное, мне другие заподозрят в том, что просто вы не смогли стать кандидатом. Было такое? Были возможности. Мне даже партии предлагали от какой-то неизвестной партии продвинуться дальше в выборах. Я посчитал, что нет необходимости, поскольку в любой... Я изначально, когда выдвинул свою кандидатуру, сказал, что до первого тура, для того, чтобы не делить голоса, образно говоря, про-европейцев, один из кандидатов должен уйти. Либо я, либо Андрей Анастасий. Учитывая, что у нас в это время была запланирована командировка в Соединенные Штаты по одному очень важному вопросу, я думаю, что у нас удалось привлечь внимание, поскольку мы не успели выехать обратно, как господин Канду в срочном порядке полетел в Нью-Йорк, улаживать там вопросы, которые мы подняли. Поэтому у нас не было времени на подготовку. Я бы не хотела сейчас обсуждать командировку. Если не конец света, еще будут выборы, почти все успеется. То, что если у вас есть такие амбиции, просто некоторые удивились. Вы вначале заявили, потом отказались. Все-таки как-то так это не очень понятно. Надо было набраться опыта, как собираться в подписи, какие есть проблемы. Опыт и на ошибок трудных. Я хочу ответить на то, что прозвучало. Ну, во-первых, как я уже сказал, наш кандидат Иван Чабан подписал предложение гражданского общества не политизировать и не уходить в геополитику, отвечать на городские вопросы. Понятно о том, что представители правого сегмента электората, скажем так, или сторонники господина Анастаса пытаются уйти от городских проблем, от городской тематики, вводить, на мой взгляд, это не что иное, как ввести в заблуждение своих же избирателей, наших избирателей, тем самым снизить еще явку или запудрить глаза, можно по-разному называть, различными вопросами и сталкиванием в совсем другую плоскость. Не обсуждать городские проблемы, а давайте обумле обсуждать ГУЛАГ, российские танки. То есть вручение президентам, секундочку, орденов, это не есть городская тематика. Вы это хотели сказать. Абсолютно верно. Поняла, да. Причем здесь вручение президентам каких-то наград, причем здесь какие-то законодательные проекты, причем здесь какие-то энергоконтракты или газовые контракты к нашему кандидату, который баллотируется на пост генерального примара. Более того, на все эти вопросы, эти все вопросы звучали ранее, эти звучали вопросы и в президентскую кампанию. И на эти вопросы неоднократно, неоднократно наши коллеги отвечали в ходе дебатов, в ходе других передач, были получены ответы на эти вопросы. Поэтому наш кандидат сказал, есть господин президент, есть другие лица, которым задаются вопросы, задайте им вопрос. В данном случае он сейчас, когда господин Сергей задавал вопрос нашему кандидату, говорит, я стою сейчас на площади возле Триумфальной арки в качестве кандидата на пост генерального примара. Что касается городских вопросов, я готов ответить. Можно задам вопрос? Пожалуйста. Вас не беспокоит то, что... Ну, Иван Чабан представляет партию социалистов. Вас не беспокоит вопрос то, что партия социалистов помогает Плохотнюку продвигать своих людей? Или, допустим, руководство партии социалистов, конкретно Зинаида Гречана и Игорь Дадон, участвовали в схеме с фирмой прокладкой на поставку электричества? То есть нас обокрали на 15 миллионов долларов. Вас это не смущает? Меня это не смущает, потому что госпожа Гречана и господин Дадон в этой прокладке не участвовали и никакого отношения к этому не имеете. Если вы имеете конкретные факты, вы должны были давно это публиковать, и уголовное дело должно было бы возбуждено. Почему вы это не сделали до сих пор? И нас не смущает то, что мы продвигаем каких-то людей, демократов, потому что мы этого не делаем. И мы отвечали на эти вопросы ранее. И вы сейчас же опять же уводите наших зрителей в совсем другую плоскость, на те вопросы, которые мы уже 20 раз отвечали. Мы давайте поговорим о городской тематике. Окей, у нас есть хороший специалист, грамотный, допустим, но он не принимает самостоятельное решение, он получает указания от кого-то. Да, конкретно я могу сказать, вот, плахотника. Это городская тематика? Вы будете голосовать за такого человека? Ну, представьте нам, кае-как. Я хотела бы задать секундочку. Давайте так, давайте. Пока мы не проясним, почему партия социалистов не отвечает на неудобные вопросы, Сергей, если вы помните, что ответил Иоанн Чабан, если вы помните, что ответил Иоанн Чабан на вопрос, он сказал первое, когда задали вопрос, там начали провокации, сложит ли он, выйдет он ли из партии и так далее, он сказал первое обещание, и то, что мы обещали, когда в избирательной кампании 2015-го, когда в муниципальный совет, первое, мы не будем заниматься политикой в городе. Политикой в городе заниматься не нужно. В городе нужно заниматься городскими вопросами. Как сделать общественный транспорт удобнее, как отремонтировать дороги, как отремонтировать крыши. Причем здесь энергетика, какая-то прокладка с какой-то украинской фирмой, о которой вы постоянно говорите, и вы до сих пор не смогли доказать. Да, я, секундочку, я продолжаю. Текундочку, господин Тефилат, господин Тефилат, господин Тефилат, вы скажете, что он говорит неправду. Каждое слово подождается документами. Мы подали заявление в прокуратуру, есть уголовное дело. Значит, 31 октября прошлого года мы сделали пресс-конференцию. Господин Тефилат, я вас лишаю слов. Я же вам даю возможность обязательно высказаться, правда? Давайте мы будем уважать друг друга, и давайте это не будет превращаться, знаете, секундочку, если вы сейчас не остановитесь, не остановится господин Одинцов, это превратится, вы будете говорить о своем, он будет говорить о своем, поэтому я правила игры меняю, да? Есть вопросы, поэтому вы на них будете отвечать, да? И вопрос, как правило, будет один и тот же. И вам, и вам. Окей? Хорошо. Хорошо. Если вы затронули тему Плохотнюка, господин Тефилат, тогда, чтобы уже завершить это все, вот смотрите, на самом деле были такие обвинения, вот, как правило, со стороны господина Анастаса говорили, вот, демократы на самом деле поддерживают, но в то же время были и другие вещи. Как вы можете объяснить, что господин Анастаса поддержали люди из правящей коалиции? И господин Лянко, и господин Гелецкий, то есть это те люди, априори, с которыми он говорил, что он намерен бороться. Как он намерен бороться с теми, кто его поддерживает? А, ну мы прекрасно видели... То есть они, кто из них не прав? И компании, как господин Плохотнюк, или там вместе с Марианом Ильичем Лупу, сказали, что они будут поддерживать Майю Санду. В то же время все каналы Плохотнюка активно лили грязь на Майю Санду и поддерживали Игоря Датона. То есть вы считаете, что на самом деле господин Лянко не поддерживает? Верить словам Плохотнюка и Лянко, это себя не уважать. Поэтому они могут высказывать все, что они хотят. А вы отметите о том, что господин Анастаса не отказался от этой поддержки. Более того, он поддержал и приветствовал эту поддержку и обратился к тем сторонникам, господин Алянко. Он сказал спасибо всем. То есть если ты считаешь, что Алянко впрямую участвовал в воровстве миллиарда, если ты считаешь, что человек, который предлагает свою поддержку, ты считаешь, что это недостойно, скажи, мне твоя поддержка не нужна. Я обращаюсь к твоим сторонникам. Он же такого не сказал. Вы можете сказать господину Анастасе. Хорошо, мы поняли. Раз у вас нет ответа, зададим господину Анастасу. Следующий вопрос. Была ли эта кампания в законодательных рамках? Как? Потому что свое слово, конечно, скажут наблюдатели, насколько все это соответствовало закону. Но вот с вашей точки зрения, нарушали ли кандидаты закон? Кто первый? Ну, смотрите. Конечно, были поданы конситации, как и с нашей стороны, так и со стороны Анастаса в отношении нас. Они считают, ну, я скажу, со стороны наших оппонентов. Они считают, что мы превысили бюджет, непонятные доходы и так далее. Первое. Все отчеты есть в ЦИК, и все это можно проверить, если были какие-то нарушения и так далее. У нас вся бухгалтерия абсолютно прозрачна к тем тратам, которые тратятся на избирательную кампанию. Это билборды, газеты и так далее. Нас удивило, и, кстати, было непонятно, почему, как господин Сергей говорит, центральная избирательная комиссия, которая контролируется тем же координатором-плохотником, не констатирует факт нарушения господина Анастаса, когда он встречается, а в законе четко указано, запрещено пропагандировать публикацию с иностранными лицами. Он прекрасно встречается с примарами из Румынии, различных городов, Клуш, по-моему, еще там каких-то городов, там три или четыре примара, он с ними встречается, и это есть в сети. И тем самым он поощряет своих сторонников. Понимаете, то же самое, ну, не знаю, наш кандидат Иоанн Чубан, он был и в Минске, и в Баку, и в Будапеште, если он с этими тремя мэрами, он встретится прямо в избирательной кампании, и скажет, вот они меня поддерживают, понимаете. И те люди, которые доверяют мэру Будапешта, они могли бы нас дополнительно поддержать. Это запрещено законом. Центральная избирательная комиссия почему-то не высказывается по этому поводу. То есть тоже очень странно. То есть вы считаете, что здесь имело место нарушение закона, когда он позволил себе выехать в Румынию, выступить на телевидении, фотографировать? Абсолютно. Спасибо. Господин Туфилат, да, вот... Мои коллеги опубликовали несколько докладов по мониторингу пресс. Я хочу отметить одну важную вещь. Вот, допустим, 4 телеканала, принадлежащие или контролируемые Плохотнюком, они изначально заявили, что они не будут участвовать, не будут показывать местные выборы. Но, несмотря на это, каждый день там по 6-7 новостей про Сидью Раду, каждый божий день, и это все позитивные новости, то есть для того, чтобы создать имидж. Это непосредственно влияет на результат выборов. Поэтому эти каналы должны были бы остаться без лицензии. На самом деле. Потому что есть и требования избирательного кодекса, и требования аудиовизуального кодекса. У нас почему-то все государственные органы набрали воды в рот. Но контролируемый совет по жалевению вынес им предупреждение. Уже после первого тура. После первого тура уже вынесли. Они сразу испугались и сразу прекратили. Было такое. То есть вы считаете, что нарушения были? Масса, которые серьезно, значительно повлияли на результаты. А во втором туре, вот если говорить сейчас, когда конкурентами стали господин Чабан и господин Анастасов, вы увидели? И во втором туре все это продолжается. А самое главное, знаете, что продолжается? Вот ваши коллеги из журнала ТВ, ну уж простите, вот они абсолютно не дают нашему кандидату право на реплику. А поливать вот днем и ночью поливать абсолютно просто грязью. То есть, понимаете, это уже переходит человеческие рамки границы. И когда кандидат с правой стороны господин Анастаса там, ну, как правило, декларирует европейской ценности, толерантность, уважение ее сын в том чинстит, вот никакого чинстит нету и никакой толерантности по отношению к нашему кандидату. Можно поливать абсолютно полностью грязью. Ни одного доказательства нету тех обвинений, которые предъявляются нашему кандидату. И право на реплику в журнале нам почему-то и постоянно не дают. Редко какая компания у нас вообще предвыборная обходится без влияния извне. Ну вот влияя таким или иным способом. Вот влияли ли зарубежные политики и организации на эту компанию, вот конкретно второй тур? Господин Тефиланд. Из зарубежных политиков, политиков, которые высказывались, ну, можем, мне тут на ум приходит партия, партия Дулы, не Теце Национале, да, Трояна Басиевская. Нет, вот сейчас господин Настас и господин Чубан. Которые не вышли на автомобиле, но его поддержали. Да. Я не смотрел, если там конкретно господин Басиевскую выступал, ну, он до этого... Представители партии выступали. Да, представители партии. В первом, других маршрутах. Я не особо следил за этой компанией, потому что, ну, мне уже это стало неинтересно. Ничего нового для себя я здесь не узнаю. я, например, узнала некоторые вещи в этой компании, да, могу поделиться. Возможно. Поэтому мне, я затрудняюсь ответить, если были... Ну, я могу сказать так, со стороны нашего кандидата, ну, во всяком случае, я пытаюсь быть объективным, понятно, я сторонник нашего кандидата, я не видел, и мы более того, мы категорически против были какого-то внешней помощи там Российской Федерации и так далее. Да, это было сделано до избирательной кампании, когда наш кандидат знакомился с городской политикой в Баку, в Минске, в Будапеште, и он с этим общался. Но никто из этих мэров в период предвыборной кампании согласно законодательству свое слово в пользу нашего кандидата не говорил. Но то, что позволяют наши братья за прутом, Румыны, вот, это не только ПУН, это еще несколько других организаций, но впрямую, просто наглое влияние на нашу политику, в наглую, и мы все знаем, вот, когда господин Анастаса не приехал, не пришел на очередные дебаты на телевидении с нашим кандидатом, в это время он находился в Румынии на передаче, где началась призыв журналиста ведущего, я забыл, как телекомпания называться, ведущего румынского телевидения, где если победит кандидат Иоанн, Чабан, русские танки, эти выборы, это война между Вашингтоном и Москвой, между бредсилой кобылой, это прямое влияние на нашу политику, внутреннюю политику, это абсолютно запрещено законом, это попытка вот крайне правой части унионистов, сторонников объединения с Румынией, привлечь их для голосования к этому кандидату, это нарушение закона. Мы начали говорить о том, чем эти выборы отличались, я вот вам отвечу, это какие-то были недодебаты, я такой вот могу, да, термин предложить, потому что, ну, несколько раз приглашал господин Чабан, господин Анастаси поучаствовать, мы видим, что практически всегда это был отказ, и вот один раз они встретились публично и побеседовали. Вы видели эти дебаты? Ну, было несколько дебатов, я приходил на дебаты, организованные промолексом. мне сложно назвать, да, в одеоне, мне сложно назвать это дебатами, ну, там, знаете, разговор ни о чем, мало, мало было обсуждения проблемы в городе. Кандидаты, вот как себя проявили на этих дебатах, и кто, с вашей точки зрения, был показал себя большим хозяйственником? Меня ни один из них не убедил. Ни один из них? Ни один из них не убедил, да. Ну, изначально я и больше, и многие мои коллеги, друзья, знакомые, те, кто поддерживает, мы сторонники того, что избиратель должен выбрать, он хочет видеть во главе примарии сторонника или представителя какой-то политической партии, или хочет видеть хозяйственника, который, то есть, почему решения касательно примарии и города принимаются не в кабинетах примарии, а где-то в кабинетах политических партий. Вот я с этим не согласен. Поэтому это был одним из драйверов того, что я выставил свою кандидатуру, и рад, что там были еще несколько независимых кандидатов. Один псевдо-независимый, да, Сильвия Васильевна Рада, но это другой вопрос. Поэтому, не знаю, эти дебаты были не про город, это были про борьбу, кто с плохотником, кто украл, кто не украл, кто сказал вранье, кто... А как вы полагаете, вот избирателя оценит тот факт, что один из кандидатов постоянно избегал их? Я думаю, что каждый волен принимать совершение. Безусловно, но вот избиратель глядит на эту ситуацию. Как вот... Давайте так, у нас есть результаты первого тура с очень низкой явкой, более, больше, то есть, если сравнивать с президентской явкой, с явкой на президентских выборах, в два раза меньше. Избиратели уже сказали, что, ребята, мы не хотим никого из них видеть. Да, есть очень много жителей города, которые просто не вышли на выборы, потому что не за кого голосовать, к сожалению. Поняла. Вы согласны с такой точкой зрения, что... Еще есть интересный показатель. Значит, когда был референдум по отставке Генпримара Дурина Киртуака в ноябре прошлого года, да, тоже была низкая явка. Народ услышал, что там есть какой-то заговор с Плохотнюком. Народ только слышит слово Плохотнюк, они уже не хотят ничего видеть, слышать. И это, в принципе, показатель. Поняла. Вы согласны с тем, что именно из-за этого такая низкая явка? Что народу сказал, вот господин Тефилат, что народ просто не за кого им голосовать? Ну, во-первых, народ действительно устал от политики и от политиканства в городе. Особенно в городе. Понимаете, когда я провел, лично я провел более 50 встреч во дворах, это вот у нас практически каждый день по 3-4 встречи, еще около 30 встреч это в детских садах, предприятиях и школах в обеденное время, вне учебного процесса. это я уточняю. Для протокола. Не, уточняю для протокола, чтобы потом не обвиняли. Чтобы не нарушал закон. Нет, в обеденное время, когда никого, не отвлекая, как произошло в притуре, когда претер Баюкан по распоряжению собрал представителей учебных заведений специально под Настаса. Это, к слову, об использовании административного ресурса и кто кому помогает. А претер, у нас Немеренко, он давно уже в демократической партии, насколько мы знаем. Это, когда наш кандидат, повторюсь, он пытался говорить о городе. Господин Настаса, почему он избегал дебатов? Потому что он пытался влиять, если мы своему избирателю, своим сторонникам пытались показать, что наш кандидат профессионал. Наш кандидат владеет вопросами города. Наш кандидат знает, как управляет городом. Наш кандидат имеет опыт. Мы боролись со схемами, огромное количество схем. Мы пытаемся апеллировать к разуму граждан, и показать о том, что наш кандидат действительно хозяйственник. Настаса, он почему избегал дебатов? Потому что ему нечего ответить. Он ноль, вот просто зеро-ноль в городских вопросах. И он, соответственно, он понимал свою слабость, и он избегал наших кандидатов. И вот дебаты на промо-Лекс в кинотеатре «Одион», на других телевидениях показали о том, что он вообще не владеет городскими вопросами. Более того, он настолько грубые ошибки делает, но которые... Сиди, я сам открою, извините, пожалуйста. И, соответственно, он, избегая встречи с нашим кандидатом, он апеллирует к своей аудитории, используя эмоции. И дальше начинается вот цирковое представление господина Астаса. Помимо того, что он был прокурором, он, оказывается, еще придавал в Институте искусств менеджмент артистичи. Точно так же, как господин Киртака. Вот он у нас по образованию шоумен, господин Астаса, он немного не этот. И мы слышим, вот какая у него риторика. «Ео сыном чинстит, ео млуптат» и так далее. Вот он одно и то же повторяет каждый раз, пытаясь не достучаться до разума, сказать «Я буду хорошим градостроителем». Он пытается до эмоций, до сердца, до людей дойти, которые, да, эмоциями не воспринимают, но и тем самым он сужает сам свой сегмент. А если говорить, вот Сергей упомянул о референдуме, вот здесь очень интересный момент. Вот знаете, в чем есть Адивер? Вот если вы вспомните, когда господин Лупу снял свою кондитуру, естественно, господин Поклимс сказал, снимай кондитуру в поддержку господу Санду. Они, да, сказали, что это отравленное яблоко и так далее. Ну почему госпожа Санду и господин Настас не поддержали нас в референдуме? Киртака проворвался? Проворвался. Киртака плохой градостроитель? Все говорят, что плохой градостроитель. Почему он не поддержал в референдуме, чтобы убрать его и не допустить кандидата Сильвия Раду на посту исполняющей обязанности генпримара, которая находилась незаконно, полгода использовать админресурс в своих целях? Потому что очевидная договоренность с демократической партией, вы нам помогли тогда, мы вам поможем сейчас для того, чтобы попытаться в Сильвию Раду выставить. На самом деле господин Настас не нужен город. Мы от некоторых его сторонников слышим, не дай бог он победит. Знаете почему? Потому что у него поддержки в муниципальном совете ноль. У него просто нет поддержки. Либералы заявили, на самом деле либералы будут в совете, они будут бороться против него. потому что Настас в городе это значит полностью умирает либеральная партия. Господину Настас город нужен для того, чтобы попасть в парламент, использовать административный ресурс вот эти вот полгода, у нас получается июнь, июль, август, сентябрь и в сентябре начинается компания парламентская, приблизительно меньше, чем полгода, для того, чтобы попасть. И для него идеальный случай это проиграть, понимаете? И он делает все в принципе. То есть вы уверены, что он в парламент будет непременно баллотироваться? Обязательно. Он хотя заявил о том, что он не будет, но у него другой способ, у него другой логики нет, как баллотироваться туда. Пожалуйста. Я здесь полностью согласен с господином Одинцовым, то, что вот, когда был этот референдум по отставке в Генпримара в ноябре, мы лично беседовали и с Майей Санду, и с Андреем Настасьей, и мы объяснили очень просто. Нам, в принципе, делают подарок. Суд Плохотнюка разрешил провести референдум по отставке Генпримара. Давайте поддержим. Нет, вот там есть договоренность с Плохотнюком и так далее. Окей, нам, в принципе, сделали подарок, и им грех не воспользоваться. Наши точки зрения были разные. Даже мы беседовали с социалистами, разрешили, то есть дали согласие на то, чтобы наше мнение было опубликовано в газетах, и чтобы люди знали, что не все согласны, не все разделяют это мнение, что давайте не будем участвовать. К сожалению, это не прошло, но все равно у нас есть все-таки местные выборы. И насчет поддержки Монсовета, в принципе, да, будет проблема с тем, чтобы принимать решения совместно с Муниципальным Советом, но я думаю, что если делать вещи транспарент, без схем, открыто, объяснять людям, для чего это все делается, тем более, что есть несколько фракций в Монсовете, которые тоже заручились в 2015 году поддержкой горожан, и они тоже должны что-то сделать. Поэтому, в принципе, если захотеть, то можно найти консенсус. Для меня, допустим, эти выборы с одной стороны означают то, что мы будем выбирать человека, который будет администрировать наши с вами деньги, то есть мы каждый день, каждый месяц платим налоги. 4 миллиарда лей, бюджет города. То есть мы выбираем сейчас человека, которому мы можем доверять, и он грамотно может распорядиться этими деньгами. С другой стороны, не надо забывать, что у нас через полгода есть парламентские выборы. И в Кишиневе есть 11 округов. Поэтому тот, кто выиграет город, есть большая вероятность того, что его партия или те партии, которые он поддержит, будущий примар, могут получить больше голосов на этих выборах. Но может быть и обратно, если примар покажет себя не способны. Ну вот смотрите, господин Одинцов уверен, что господин Анастаса будет пытаться стать депутатом парламента. При этом он ссылается на то, что... Да, мне интересно ваш ответ. При этом ссылается на то, что Илон Чабан говорит здесь и сейчас, точно, что он уверен, что если он станет генеральным примаром, то он не будет баллотироваться в парламент. Я хочу напомнить, зрители... И вот тонкий нюанс здесь вот в этом вот есть. Как вы... Пусть ответит господин Анастаса. Да, окей. В принципе, было бы логично, учитывая сложившуюся ситуацию, что если Андрей Анастасий решил пойти в примарию и он выиграет эти выборы, предположим, я не вижу смысла, чтобы он оставался в этой примарию. Лучше всего назначить вице-примара специалиста, который будет непосредственно заниматься городскими проблемами и уже начать заниматься парламентским. Окей, кто из оппозиции будет замещать его, к сожалению, там очень мало людей. Поэтому я считаю, что там очень большая вероятность того, что он все-таки откажется от мэрии и пойдет дальше. Важно, чтобы он заявил об этом... Честно. Да, естественно. Вы хотели... Касательно Ивана Чабана, окей, в его программе говорится, что сначала спасем город, потом всю страну. Окей, если ты будешь заниматься исключительно город, как ты будешь спасать страну? Каким образом? Ну, сейчас вот спросим господина Одинцова, как мы будем спасать город, а потом страну? Я хочу сказать следующее. Наш кандидат, он был депутатом. И в 2015 году он сложил депутатский иммунитет, сложил депутатский мандат для того, чтобы возглавить фракцию социалистов, заниматься городскими вопросами. Он осознанно ушел из парана. Он осознанно ушел, да, там больше привилегий и так далее, он ушел специально на местный уровень муниципалитета, местного совета для того, чтобы заниматься городскими вопросами. Ему нет необходимости туда-обратно идти, он там уже был. Зачем ему? И он сказал четко, мне кресло депутата не нужно. Он любит этот город, он живет в этом городе, он будет заниматься городскими вопросами. В отличие от господина Анастаса. Если в самом начале он в своей компании, он в принципе даже не скрывал о том, что ему пост городоначальник это трамплин в парламент, то потом понимая свою ошибку, риторику, он стал чуть-чуть я там, да я там и так далее. Он пытается уходить, он ни разу, кстати, не сказал, он пытается намекнуть, что я, да, не пойду в парламент, но четко ответа не было, что я не буду баллотироваться в пост, в депутаты в парламент. Он такого не говорил. Имеет право, да, тоже и не говорить. Вот смотрите, с точки зрения профессионализма, с точки зрения профессионалов, каждый кандидат должен идти со своей командой. Кто из кандидатов, вам кажется, в этом плане подготовлен более основательно? Вот в команде кого? Больше профессионалов, больше людей, которые будут ему помогать? Ну, учитывая, что я буду говорить, исходя из своего примера, потому что я не знаю, кто там еще входит в команду господина Анастасия. Видел там Александра Македон, руководителя, владельца Старнет, я его хорошо знаю. Построил человек свой бизнес, думаю, есть хороший опыт. Но исходя из своего опыта, я же тоже искал кандидатов на должность вице-примара. Есть хорошие специалисты, но они боятся открыто говорить о том, что вот они будут участвовать, будут поддерживать кого-то из кандидатов, потому что это все-таки брать на себя огромные риски. Все каналы будут, вся пресса будет лить грязь на тебе, тогда не все готовы. Но есть хорошие специалисты, которые после выбора уже не хотят обнародовать свою фамилию. Я вот, например, разговаривал с моим коллегой Виктором Херон, с удовольствием его бы порекомендовал на должность вице-примара, но он сказал честно, что Сергей, я не хочу лезть во всю эту грязь. Вот прийти работать, конкретно работать, без никакой политики, геополитики и так далее. С удовольствием. Вот. Да, но не надо меня во всем этом... Золотые слова. Вот наш кандидат, с вашего позволения, он говорил о том, что мы не будем заниматься политикой в городе, раз. Во-вторых, одно из главных обещаний нашего кандидата, это транспарентные конкурсы на замещение глав управлений, вице-примаров. То есть, вице-примар должен назначаться не исходя из политической, нравится господину Чубанову такой-то его советник или такой-то, допустим, наш политический и так далее. А он не профессионал. Знаете, глупо было бы этого человека назначать на пост вице-примара по такой-то области. Он обещал о том, что будет проводить конкурса, и он будет это делать. И вот в этой, секундочку, и вот исходя из этого, когда будет в публичности представлено несколько кандидатур, будет проведен конкурс, я думаю, что и тот же господин Керунда или другие профессионалы, есть действительно профессиональные люди, когда наш кандидат уже на посту генерального примара, когда он скажет, послушай, мы политикой не занимаемся, давай просто сделаем город лучше, давай сделаем, не потому что мы партия социалистов, так и скажи, я не в партии социалистов, но я профессионал, я люблю этот город, и я хочу сделать лучше. Почему бы не выбрать этого человека главой управления здравоохранения, главным архитектором, или там в другое какое-то управление транспорта, почему бы не выбрать этого человека туда? Пускай занимается. Абсолютно верный подход, и так оно должно быть. Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому придем. Но в связи с этим у меня есть вопрос, насколько откровенен кандидат партии социалистов. Объясню почему. У нас сейчас освободилась должность руководителя Молдова-Газ. Учитывая, что Газпром является главным акционером предприятия, и у Игоря Николаевича Дадона есть хорошие взаимоотношения с Газпромом, я бы очень был рад, если бы был объявлен конкурс на замещение должности руководителя Молдова-Газ. Вот тогда я буду действительно... А кто объявляет конкурс на замещение? Акционеры. Сергей, Игорь Николаевич может поговорить с Газпромом, чтобы они объявили конкурс. Вы сами сказали, что Газпром владеет 51% акции Молдова-Газ. Да, конечно. Именно он представляет свою кандидатуру на пост главы Молдова-Газ, которую правительство должно утвердить. Или парламент, не помню точно. Наблюдательный совет Молдова-Газ. Должны утвердить данную кандидатуру. По-моему, правительство потом голосует. Причем здесь наш президент даже имел хорошее отношение к интересам Газпрома. Знаете, вот вы о каких-то вещах... Вы, опять же, от города уходите Газпром, интерес, Путин и так далее. Он же часто встречается с господином Миллером, поэтому Игорь Николаевич, может предложить Газпромом? Потому что в конце концов это касается Республики Молдова, нас, потребителей Молдовы. Мне кажется, вам надо обратиться к президенту. Вы можете обратиться к президенту, и вы получите ответ. Хорошо, провокационный вопрос. Вот смотрите, на этой неделе Конституционный суд должен был рассматривать вопрос о статусе русского языка. Запрос подали либералы. Какое мы слышим пояснение? Значит, вопрос этот откладывается. Конституционный суд его рассматривает до выборов. Так и так, в принципе, нам объяснили. Не собирается. Потому что, да, это может быть как-то использовано, да, и может как-то повлиять на выборы. Объясните мне, пожалуйста, как вы поняли, как к этому вопросу относятся сами кандидаты? Господин Туфилат. Знаете, те политические партии, которые касаются вопросов языка, истории и так далее, и пытаются вот эти вопросы продвигать в общественное пространство, когда нам нечего, извините, надеть и кушать. Вот у нас все проблемы кончились, нам надо решить проблемы с языком и с историей. Я считаю, что такие партии не заслужат права вообще участвовать в выборах и представлять интересы граждан. То есть есть реальные проблемы, и надо сейчас... У нас и так общество разобщено. Часть хотят с Россией, часть Европы, и с Румынии, и так далее. Давайте найдем те проблемы, которые нас объединяют. Не надо разделять народ, хватит. Вот я даже не хочу это комментировать. То есть вы не хотите предположить, как кандидата будет? Я считаю, что либеральная партия специально пытается нас разделить. Я это комментировать не хочу. У нас есть куча других проблем, которыми реально надо заниматься. Опять же, это вопрос, скажем так, политизированный, это вопрос политики. Естественно, либералы это делают для того, чтобы накопить себе баллы на парламентские выборы. Я хочу сказать свою позицию нашего кандидата. И он Чубан сказал следующее. Мы не хотим заниматься политикой, мы хотим просто дополнительно на сайт Кишинев МД ввести и английский, и русский язык. Без никакой политики. У нас есть большая часть кишиневцев, которые плохо владеют. Я владею молдавцев. Добавить два языка. Добавить два языка. Как вы полагаете, господин Анастасу против или за этой идеей? Ну, это надо его спросить. Мне, допустим, идея кажется вполне разумная. Есть много горожан, которые... То есть вы об этом не говорили, и у вас нет информации? Анастаса избегает этого разговора для того, чтобы не спугнуть унионистов, которые его поддерживают. Его же Киртака поддержал его, понимаете? Он избегает четко сказать, да, я веду русский язык. Его не только Киртака поддержал, его Шалару поддержал. То есть все унионисты его поддержали. Давайте русский язык мы не собираемся в дни длить для того, чтобы показать русские танки, Путин, ГУЛАГ и так далее, как будут пытаться перевратить. А просто потому, что есть часть граждан, которые просто не знают, как пользоваться регламентом, градострительным регламентом, не знают, как размещать террасы, не знают, как подавать заявки на компенсацию по отоплению. Есть регламент, который публикован на сайте Кишинэ МД. То есть просто ознакомиться с правилами, регламентами, решением муниципального совета. Это конституционное право человека. И также часть сайта, я не думаю, что нужно регламенты переводить на английский язык полностью, то есть все решения переводить. Но ключевые моменты, где что находится, какие управления, можно перевести на английский язык. У нас большое количество посетителей. И иностранцев, я имею в виду. Да, тем более, что у нас все законы, все регламенты, если открыть Lex, Justice, MD, то есть базу данных, они все есть на обоих языках. Я не вижу в этом проблемы. И на английском, да, действительно. Мы хотим привлечь сюда туристов. Универсальный язык, там и распространено английский. Давайте сделаем город дружелюбнее для туристов. Я просто хочу сказать, в чем заключается лицемерие правых кандидатов, в том, что, заявляя о европейских ценностях, толерантности и так далее, они почему-то абсолютно не толерантны к русскому языку и к национальным меньшинствам, которые здесь проживают. Самое обидное, самое обидное, когда, извините, идиотская фраза, высказанная полковником, которую поддерживает господин Анастасов при Туре, о том, что надо таких, как Ион Чубан и сторонников надо убивать. Извините, что я поднимаю вот этот разговор, и мой коллега Стас Вартанян по национальности армянин, глава армянской общины, он написал, я не хочу, чтобы у меня убивали. Почему, если я не могу высказать мнение, почему мы даже обезвать? Почему мы не занимаемся городскими вопросами? Вот вы почитайте комментарии. Ты русская свинья, ты армянская свинья, да иди ты, откуда ты пришел, почему ты... Ребята, где ваша европейскость, где ваша толерантность, где ваша гражданская позиция о том, что ты настоящий гражданин? Это почему-то исчезает, понимаете? Сразу начинается какая-то вражда, сразу начинаются какие-то эмоции, откуда это все, ребята? Если вызываете толерантность, почему этого нет? Мы сейчас просто выбираем градоначальника, который либо будет хорошо, либо будет плохо управлять городом. Если он будет плохо управлять городом в июне следующего года, голосуйте за другого кандидата. Если он будет хорошо управлять городом, голосуйте за этого же кандидат все очень просто причем из армянин беженец пришел понаехали чемодан вокзала россии это что за риторика ребята один положительный пример очень коротко я родом из вулканиш то село гаваносов я помню 90 начала 90-х годов когда открылись границы буквально за 6 месяцев житель вулканиш начали говорить на турецком по одной простой причине они там могли покупать товары и продавать и зарабатывать на этом деньги то есть людям надо дать стимул не обязывать а дать стиму совершенно верно времени у нас уже тогда научим очень мало я хотела бы чтобы вы спрогнозировали явку 3 июня и в какой явке заинтересован каждый из кандидатов господин туфилат очень сложно говорить про явку на мой взгляд я надеюсь что будет не хуже чем в первом туре если будет даже больше есть вероятность того что вы играет андрей анастасий если будет маленькая явка вероятность то вы что выиграет иван чабан но для меня выбором между кандидатом который будет самостоятельно принимать решение может он не сильно подготовлен и кандидатом которые выдвинут партии которые не самостоятельно принимать решение я допустим могу говорить о свой о своем примере я не не владею то есть я не учился там по специальности на энергетику я работал в банковском секторе но самостоятельно выучил энергосектор не стесняюсь там задавать вопросы участвовать дебата в мир и так далее то есть человека можно научить если он готов к этому и если он положительно настроен осталось только понять что такое положительный настроен знаете когда человек не разбирается в городе его 10 лет учить как господина кирта к элементарным вопросом а мы видим что господин настаса он элементарно у нас обвинял в некоторых вот изменения градостроительной зоны он даже не знает что такое изменение пузо понимаете он считает что это продажа участка с точки зрения специалистов абсолютно обзор пропоза другое подумает что подумали все пропоза дозональный градостроительный план план урбанил и приватизация это не как сдача в аренду то есть господин настаса элементарные вещи не знает более того он делал пресс-конференцию мы сделали небольшой видеоролик на эту тему он стоял возле мы его обвинили в незаконной приватизации вот тут целая куча документов решения суда это так она есть и он не может доказать это он даже он при подготовке к пресс-конференцию путает адреса сноса памятников и во втором туре я думаю что явка будет немножко повыше господин настаса заинтересован повышение явки и он не зря называет черкал диаур золотым кольцом эти пригороды он пытается привлечь стороне тех жителей которые традиционно голосовали за либералов киртаку и так далее пригородов соответственно нам займы заинтересованы в том чтобы жители наконец-то в городе выбрали своего когда мы горожане не можем выбирать мэра примара бачой мы не можем выбирать примара гортиешь к сожалению понимаете а жители гортиешь да это муниципе жители гортиешь и так далее впрямую влияет на того кто будет выбором и вот в итоге жители рыжкановки ботаники центра и бюкан они должны проснуться наконец-то и понять ты хочешь кто должен управлять тобой должен делать выбор гортиешь ты я не жители гортиешь тоже должно уговаривать горожан кишиневцев чтобы не соответственно не участвовали выбор я уверен что разум у кишиневцев все-таки проснется разум у кишиневцев есть я уверен том что кишиневцам не нужен киртака номер два в лице настасы популист который не разбирается абсолютно в городских вопросах которому нужно просто трамплин вот использовать тут вот мы желаем чтоб нас всех поимели поиспользовали мы не желаем а нас хотят поиметь нас хотят нашу волю но мы точно не желаем чтобы вы сейчас так выражались я прошу прощения но это так и есть это и остаясь те девы и правда как любит говорить господин настаса он собирается использовать пост грана мэра города для того, чтобы попасть в парламент, для того, чтобы использовать это в парламентской кампании. Нам необходим город. А можно, я хочу понять, что в этом плохого. Я бы с удовольствием еще, да, подискутировала, но время уже совсем вышло, мне вот уже делают Знакин, и вот, и я думаю, что вы согласитесь, что ждать осталось недолго, вот до 3 июня буквально совсем чуть-чуть. Да, благодарю вас за то, что вы пришли, принимали участие, отвечали на вопросы, результаты голосования вы видите сейчас на экранах, ну, и со своей стороны хочу сказать, что мы ждем всех зрителей телеканала АПЧНТВ в воскресенье, 3 июня в 22 часа мы выйдем в прямой эфир и начнем подводить итоги голосования. Ну, здесь мои гости абсолютно правы выходить и голосовать нужно все непременно. Вы смотрели программу Дело принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова